Длительные переезды для людей стресса, а уж для четвероногих друзей и подавно. Да, точно. Ну и мы продолжаем делиться с вами полезными советами о том, как воспитать преданного и покладистого друга. Сегодня узнаем, как перевозить собаку. Доброе утро. Меня зовут Антуан Наджарян. Я специалист по поведению собак. Сегодня хочу с вами поделиться, как можно собаку посадить в машину, будучи в спокойном состоянии. Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда собаку сажают в машину, и там она начинает очень вести себя беспокойно. Это из-за того, что собака попадает в машину уже в будущем возбужденной. Когда открывается дверь, у собаки идет возбуждение, прыгать в машину. Он сперва не должен этого делать, а опять ждать, снизить свой уровень возбуждения. Если собака попадет в машину в спокойном состоянии, дальнейшее его поведение в машине будет спокойным. Нужно держать паузу, он успокаивается, потом его можно пригласить в машину. В машине он тоже должен быть спокойным. И опять здесь выход из машины, когда открывают дверь, и собака вырывается на улицу. Также нужно держать паузу. Собака успокаивается, и выход на улицу. Как будто это идет условие, хочешь на улицу, только через спокойствие. Многократное повторение спокойного состояния приведет к спокойному модели поведения. Ведь многократное повторение закрепляет образ действующей модели поведения. И у людей, и у животных. Привычки. Привычка быть спокойным, привычка не вырываться на улицу, а ждать. Это очень важные моменты, которые воспитывают собаки терпение, спокойствие. В машине нужно максимально не возбуждать собаку, не говорить слов, которые опять возбудят его. Почему? Потому что его уровень возбуждения начнет подниматься. И опять в машине все выйдет из-под контроля. Нужно просто сесть за руль, молча поехать. Единственное, что можно в машине сказать, это слова, которые контролируют. В машине, если собака зашла уже в спокойном душевном состоянии, можно его не пристегивать. Просто нужно дождаться момента, когда собака успокоится, чтобы вознаградить его машиной.